Здравствуйте, друзья! Трогательная душевная история о том, как живет теперь освободитель, который съездил в Украину, заработает легкие деньжат. Здравствуйте, ребята, депутаты, мэры и народ, который я защищаю. Вы помните, это мой офис? И так оказалось, что когда я снимал офис, здесь находился парень. Он участник СВО, штурмовик. И рассказываю, как он живет. Квартиру ему не дают, даже судебного решения еще нету. Вот она, наша известная колонка, которая утром практически замерзает постоянно. Так вот, вот этот парень с осколком в бедре, с пробитой спиной, сломанными ребрами, он ходит в туалет отсюда. И выносит помои. Или жена его, или сын. Вот он, наш аварийный дом очередной. Вот представьте, участник СВО, защитник отечества. Идет все это время, чтобы вылить помои. Поехал Киев за три дня взять. Взял осколок в то самое место. И теперь выносит за собой помои. Вот сюда выливает. И чем я не защитник этих ребят, пацанов, девчонок, сирот, которые жизни отдают, чтобы защищать нас? А вас я что-то не вижу нигде. А на вас, а на вас, я извиняюсь, кто-то напал, да? Дай я угадаю, кто напал. Жажда легкой наживы и денег. Не вижу я вас. Чтобы вы у них были, чтобы вы предлагали им помощь, оформляли документы. Убийцам и мародерам никто не хочет помогать. Надо же, какая вопиющая несправедливость. Продолжение следует...